МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого дня познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. 51 пожар ликвидировали за последние сутки в Алтайском крае. Средства космического мониторинга уже не первый день фиксируют в крае более сотни термически активных точек. Для своевременного обнаружения возгорания и организации тушения была обеспечена работа межведовственных патрульных групп. На Змеиногорском тракте в Барнауле началась подготовка к строительству трехуровневой развязки почти за 3 миллиарда рублей. Основные работы пройдут в 2024 году. Для нас это несложно. Проверка. Мы таких объектов по всем регионам России построили очень много. Жители Барнаульской пятиэтажки на Георгии Исакова 169 обеспокоены трещинами на фасаде дома. По их словам, ситуация продолжается не первый год. И с каждым разом зазоры между панелями здания становятся все больше. Зимой приходится тряпки в щели. У меня ремонт идет. Принтус убрали. Из-за этого сегодня. Лед тронулся в районе Барнаульского речного вокзала. Наша съемочная группа на месте событий. Дарья, здравствуйте. Вам слово. Да, здравствуйте, Глеб. Прямо сейчас наша съемочная группа работает на набережной Барнаула. И многие барнаульские паблики буквально вчера и сегодня опубликовали информацию о том, что ледоход начался. Однако, по мнению синоптиков, он начнется только 12 апреля. Хотя уже сейчас можно видеть, как подвижки льда действительно есть. Лед немного тронулся. Уже можно приходить с семьей, гулять и наблюдать за красивой рекой и наступлением весны. А я напомню, что лед тронется 12 апреля. По мнению синоптиков, напомню еще раз. А это будет после холодных выходных. И я добавлю, что в субботу и воскресенье днем столбики термометров покажут не больше плюс 5 градусов. Но еще я хотела бы напомнить вам о правилах безопасности нахождения возле водоемов в период паводка или рядом с ними. Во-первых, не стоит приближаться к ним, но это самое главное и простое правило. Ну и, пожалуй, самое важное, если вы заметили человека, который тонет, либо начинает тонуть, то ни в коем случае не нужно бежать, хватать за руки его и спасать. Нужно собрать как можно больше людей, громко кричать, всем вместе массово вызвать скорую, возможно, спасателей. И тогда больше вероятности, что вы останетесь живы и поможете тем, кто нарушил эти простые правила. Ну а на этом у меня все. Я передаю слово коллегам в студию. Глеб. Спасибо, Дарья. А мы продолжим. О ситуации на дорогах краевой столицы. На Змеиногорском тракте в Барнауле началась подготовка к строительству трехуровневой развязки почти за 3 миллиарда рублей. Основные работы пройдут в 2024 году. А сейчас специалисты региональной строительной компании проводят геодезические работы. До середины следующего года схема организации дорожного движения останется максимально приближенной к уже существующей. Ее уже проработали с подрядчиком и согласовали с ГИБДД. Мы сейчас эти транспортные схемы моделируем совместно с Политехническим университетом. То есть движение специализированный программный комплекс, который загружается, интенсивное движение моделируется в транспортные потоки. И если где-то мы увидим, что будут заторовые ситуации, скоординируем работу светофора. Планируется, что трехуровневая развязка разгрузит транспортный поток. По прогнозам, интенсивность движения увеличится с 20 до 60 тысяч автомобилей в сутки. Автотранспорт будет выезжать с объездной дороги на Змейногорский тракт и продолжать движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. На выезде из Барнаула будет подземный тоннель длиной 410 метров. Весна – время кататься на самокатах. За последние несколько дней на улице заметно потеплело, и сервисы проката принялись за работу. К слову, в краевой столице их пока всего два. По данным сотрудников Барнаульского отделения ГИБДД, в прошлом году в прокатах краевой столицы было всего 500 самокатов. Теперь их более полутора тысяч. Резко увеличилось это число из-за прихода на барнаульский рынок проката московской компании. Сегодня у этой фирмы арендуют самокаты около 700 человек в день. Сезон только начинается. С каждым днем людей, которые хотят прокатиться, доехать до работы и все тому подобное, все больше и больше. Допустим, если три дня назад это было 400-500 человек, то сейчас это уже 600-700. Убедительная просьба ко всем пользователям нашим не бросать самокаты, как попало, не создавать помех пешеходам и другим участникам движения. Это самое главное. Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. Во время него напомнили барнаульцам правила безопасной езды на электросамокатах. На данный момент мы проводим профилактическое мероприятие, останавливаем пользователей средств индивидуальной мобильности, проводим с ними профилактические беседы, рассказываем про вновь введенные правила дорожного движения. 1 марта у нас введен определенный возраст, это до 14 лет. Нельзя пользоваться дорогами общего пользования. То есть можно использовать только прилегающие территории, территории специально специализированные для проезда именно данных средств. Нельзя передвигаться вдвоем. Добавлю скорость, разрешенная для движения на самокатах, 25 км в час. При переходе по пешеходному переходу необходимо остановить транспортное средство и катить его рядом с собой. А я продолжу выпуск. Жители Барнаульской пятиэтажки на Георгия Исакова, 169, обеспокоены трещинами на фасаде дома. По их словам, это продолжается не первый год, и с каждым разом зазоры между панелями здания становятся все больше. В прошлом году управляющая компания ремонтировала повреждения, однако проблема не решена. Трещит по швам. Так можно описать ситуацию в Барнаульской пятиэтажке на Георгии Исакова, 169. По словам жильцов, с 2018 года дом постепенно разрушается. Межпанельные швы расходятся. Из-за этого в сухую погоду в квартирах сквозняк, а во время дождя и вовсе вода течет по стенам. Зимой приходится тряпки в шели. У меня ремонт идет, принтус убрали. Из-за этого сегодня за нами квартира. Стали скрывать пол, там такие шели. Жители дома утверждают, чтобы решить проблему, неоднократно обращались в управляющую компанию. В прошлом году специалисты ДЭС-2 Ленинского района отремонтировали швы. Однако, по словам жильцов, щели на фасаде здания остались. Собственники квартир опасаются, что отверстия могут увеличиваться и привести к необратимым последствиям. За комментарием мы обратились в управляющую организацию. Там ответили, что в 2018 году на фасаде установили специальные маячки. Они показывают, что размер трещин за пять лет остался прежним. Требуется в секунду ремонта швов, которые производят подаят. Ежегодно весной заставляют по плану лучшего ремонта в собственных помещениях швов. По словам эксперта-строителя, повода для беспокойства у жителей дома нет. А одна из возможных причин расхождения швов – некачественный ремонт кровли. Его здесь делали в 2017 году. Присутствует факт разрушения карнизных плит. Это говорит о том, что вода стекала по карнизным плитам и в том числе и стекала по стенам этого дома. Что также могло привести к разрушению межпанельных швов. Что касается ремонта швов, он, по словам специалиста, был. Однако, есть вопросы к качеству выполненных работ. Дом на Георгии Исакова 169 построили 56 лет назад. Разрушение фасада для таких строений не редкость. Для решения проблемы эксперт рекомендует вскрыть и расшить межпанельные швы. А затем заполнить их качественными материалами. Для этого собственникам необходимо провести общее собрание. Составить план текущего ремонта, указать в нем заполнение межпанельных швов и определить источник финансирования. А затем направить документ в управляющую организацию. Елена Самарина, Денис Кузьменко, Антон Еноткин. Новости. 51 пожар ликвидировали за последние сутки в Алтайском крае. 44 возгорания от общего числа. Это горение травы и мусора, как сообщают в региональном управлении МЧС. Средства космического мониторинга уже не первый день фиксируют в крае более сотни термически активных точек. Для своевременного обнаружения возгорания организации тушения была обеспечена работа межведовственных патрульных групп. По фактам нарушений правил пожарной безопасности за сутки составлено 16 протоколов. Вынесено 24 предостережения. Кроме того, для мониторинга ситуации в Шилоболихинские и Усть-Пристанские районы направили оперативные группы. Там сотрудники МЧС общались с представителями местной администрации и проводили профилактическую работу с жителями. Однако их главной задачей было не допустить распространение огня на села. Совсем скоро в регионе будет объявлено начале пожароопасного сезона. Но уже сейчас мы обращаемся к гражданам с просьбой не забывать об опасности ландшафтных пожаров. Особенно этот совет актуален сейчас, накануне выходных. Телемост между Алтайским краем и Республикой Беларусь прошел в селе Шилоболиха. Тема онлайн-встречи «Молодежный парламент. Думай, продвигай, действуй». Тему продолжит Дарья Коншина. Любовь к родине объединили школьников села Шилоболиха и города Лида Республики Беларусь. Сегодня представители молодежных парламентов двух территорий во время онлайн-встречи пообщались друг с другом. Мы хотим обменяться опытом с молодежным парламентом города Лиды, поделиться инициативами, рассказать, как у нас проходит работа в нашем парламенте, как услышать, как у них проходит работа, что у нас отличается, что у нас общего. Представители молодежного парламента Шилоболихинского района уже год продвигают тему патриотизма в муниципалитете, проводят уроки и тематические мероприятия для школьников. К сожалению, сегодня молодежь немного разобщена. И именно на уровне муниципалитетов, на уровне районов, на уровне сельских поселений возрождать то сотрудничество, которое где-то мы потеряли, где-то оно недостаточно активное. Это очень-очень важно. В прошлом году для активистов уже организовывали подобную онлайн-встречу. Тогда школьники из Алтайского края и Республики Беларусь вместе принимали участие в проекте «Гордимся и помним». Теплые связи с Братской Республикой Беларусь, в частности городом Лида, уже давно актуальны в силу наличия яркой связующей нити. Это жизненный путь уроженца села Шилоболиха, героя Советского Союза, Малахова Николая Михайловича, который свои послевоенные годы прожил в той самой Республике Беларусь, в городе Лида. «Между нашим государством и Республикой больше четырех тысяч километров. Большое расстояние не преграда для дружбы народов». Добавлю, телемост приурочили ко Дню единения народов России и Республики Беларусь. Анна Алымова, Дарья Кончина, Анатолий Фукс. Новости. А теперь к другим темам. В эти минуты проходит церемония закрытия 26-го краевого фестиваля «Студенческая весна на Алтае». Самая яркая и талантливая молодежь из высших и средних профессиональных образовательных учреждений региона собралась сегодня в ДК города. Поддержать участников фестиваля приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На месте наш корреспондент Анастасия Меньшакова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Я нахожусь в ДК города Барнелла. Только что завершилась церемония награждения фестиваля ежегодного «Студенческая весна на Алтае». Этот фестиваль проходит во множестве номинаций. Некоторых из них нам расскажет Анна Токтаева, организатор фестиваля. Анна? Да. Фестиваль «Студенческая весна на Алтае» феста проходит в 8 направлениях. Это оригинальный жанр, музыкально-исполнительское, вокальное, танцевальное, театральное, медиа весна и концертные программы. Скажите, студенты состязаются между собой в этих номинациях? Как все происходит? Да, конечно. Происходят конкурсные прослушивания, где жюри компетентное выбирает победителей третьего, второе, первое место и выбирают в каждом направлении гран-при, из которого потом складывается общий гран-при фестиваль. Скажите, люди, которые получили гран-при, у них же дальнейшее движение по карьерной лестнице? Конечно. Победители, лучшие из лучших из алтайского края, едут представлять честь краям на российско-студенческом весне. Это достижно для студентов? Безусловно, потому что на российско-студенческой весне соревнуются профессиональные артисты, и для наших ребят это огромная честь представлять наш Алтай на соревнованиях, на конкурсе такого уровня. Скажите, студенческая весна, это же для участников больше, чем просто конкурс? Что это? Студенческая весна, это, можно сказать, жизнь для ребят, потому что они целый год готовятся, шьют новые костюмы, ставят постановки, придумывают какие-то идеи, чтобы потом стать лучшими и поехать на студесну в Россию. Сколько они шли к тому, чтобы сегодня их наградили? Сколько занял с собой весь этот организационный процесс, эти прослушивания? Здравствуйте. Студенческая весна на Алтае длится вообще 9 дней. В течение этих 9 дней прошло открытие, конкурс средний по направлениям, и сегодня у нас гала-концерт. Анна, большое вам спасибо. Но я отмечу также, что в рамках сегодняшнего награждения губернатор Алтайского края Виктор Томинко наградил победителей международных спортивных игр для Тиазии, которые прошли в Кузбассе. Подробнее о том, как прошла студия с нам, расскажу в следующих выпусках новостей, а пока что передаю слово студентам. Анастасия, спасибо. Ждем вас в редакции. А я расскажу о педагоге из Барнаула, который поедет на всероссийский этап конкурса «Учитель года». Данил Белов преподает физкультуру в Барнаульском лицее номер 73. Молодой учитель сейчас готовит видеовизитку. На уроки у него побывала наша съемочная группа. Ни на секунду не сомневался, станет учителем. Данил Белов в профессии уже 9 лет. Три последних года преподает в Барнаульском 73-м лицее. В конце марта педагог победил в региональном этапе конкурса «Учитель года Алтая-2023». Мне нравится быть с детьми, мне нравится учить их чему-то. Причем не просто учить, а учиться вместе с ними. Я не против никогда поиграть с ними, выполнить какие-то упражнения, поучаствовать в процессе урока. Не просто ходить и командовать, а быть вместе с ними. Родился Данил в Рубцовске. Там окончил колледж. Сперва преподавал в лицее Рудит, в котором и учился на малой родине. Отслужив, приехал и остался в Барнауле, где поступил в педагогический университет. Сейчас он заканчивает 4-й курс исторического факультета. На вопрос, решили сменить амплуа, улыбаясь, ответил, осваиваю новое лично для себя. Во всяком случае, от урока физкультуры отказаться Данил точно не сможет. Он уверен, и там еще есть куда расти. Учитель должен обучаться каждый год, каждый день, на каждом уроке, потому что сменяются поколения, меняются дети абсолютно. И для того, чтобы быть с ними на одной волне, для того, чтобы им было интересно, нужно постоянно что-то искать. Если давать монотонные, одни и те же задания, упражнения, то со временем это начинает наскучивать. Сейчас Данил ведет уроки у самых маленьких школьников и самых старших. Параллели первых и одиннадцатых классов. Всего у него около 150 учеников. Детям учитель физкультуры старается объяснять. Главное – двигаться, заниматься спортом и совсем не важно, каким видом. Сам педагог посещает тренажерный зал, бассейн, играет в баскетбол. Очень ответственный, коммуникабельный человек. То есть он очень открытый. И заметно, что он увлечен своим делом, увлечен профессией. И дети всегда с удовольствием идут к нему на уроки, потому что они достаточно интересные, необычные. Мы, безусловно, ценим. И знаем, что это опытный человек, который уже прошел один конкурс. Ну и как бы вот сейчас, безусловно, гордимся. Для нас это большое достижение. Данил Белов уже в сентябре отправится на Всероссийский этап Учителя года. Сейчас педагог готовит видеовизитку. Он уверен, удивить получится. Тем более ему помогают его любимые воспитанники и коллеги. Алина Пенигина, Антон Еноткин. Новости.